Это проект Мифы о Кавказе. Мы собрали самые въедливые мифы о Северном Кавказе и приехали сюда, чтобы сравнить их с реальностью. Что у нас получилось? Смотрите сами. Помчали! Чем выше горы, тем ниже приоры. Этот популярный мем лег в основу мифа, реальность которого мы сейчас и выясним. Поехали! Наше большое кавказское турне это автопутешествие. Мы проводим в машине кучу времени. И этот эпизод как раз начинается с автомобильного мифа о легендарных приорах. И если уж мы говорим о приорах, то мы просто обязаны отправиться туда, где их ценят больше всего. В Дагестан! Помчали! Уху! Мы в Дагестане, на побережье Каспийского моря, а Дагестан это центр приора пользования, центр притяжения приор всей России. Говорим с наметом, у него какая-то очень особая приора. Почему здесь 0,5 Дагестан, а здесь 0,95? Ну потому что эту приору мне подарил сам Рамзан Ахматович. В далеком 2014 году. Как так получилось? Почему он тебе подарил родственник? Нет. В 2013 году я служил в вооруженных силах Российской Федерации, в Мурманске. Как-то написал в комментариях, что хотел бы побывать у вас в гостях. Через полгода Рамзан Ахматович меня пригласил к себе в гости. И я у него почти три дня дома гостил. И на третий день он подарил мне вот такую приору. А у самого Рамзана Ахматовича есть приора? Конечно, есть. Какого цвета? Такая же, как и у меня. Белая? Надеюсь. Миф тогда. Чем выше горы, тем ниже приоры. Это было. У нас народ любил пассажные, пневмоподвеску ставить. Ну, со временем это все ушло. Да, сейчас все любят стандартные все. Высокие приоры. А почему вообще сажали ее так низко? Так было модно просто. Это просто была мода? Просто была мода. Любят приоры? Да. Поэтому и пользуются спросом. Завод не выпускает, но цена растет. Ну, если не соврать, ну, может, раз в 50 был в Баку только. Ну, ездил на ней в Баку, ездил в Пятигорск. То есть на ней сейчас пробег 240 тысяч. И я на ней не трогал даже вообще ее мотор ни разу. Не разбирал даже его. Приоры – это, в принципе, такая супер, типа, практичная тачка. Потому что ты можешь в запчасти, где хочешь, что-то там починить или что-то. А то у меня английский джип, и это проблема. Да никто, ни один мастер за него не берется. Приходится само его чинить. Здесь действительно много автомобилей отечественного автопрома, но у него есть свои причины. Почему? На большей части живут мусульмане, а они не дают и не берут деньги, да, в рост. Поэтому не берут кредиты, и мы видим такую некую корреляцию. То есть люди берут, на что заработали, то и покупают. Это как, знаешь, как валюта. Ты можешь на рынок пойти и на приору поменять, что хочешь. Килограмм помидоров. Вообще не килограмм, а теплицу можешь, там, знаешь. Продают земельный участок, там, знаешь, не деньгами, а, там, знаешь, приоры. Слушай, ну это успех, это успех автоваза вообще-то, так-то по идее. Как бы цена-то не падает, у тебя есть стабильная цена, и почем купил, потом и продашь. Все, с кем мы общались о приорах, искренне сожалеют, что их сняли с производства. Но есть и хорошие новости. Прямо сейчас на Северном Кавказе на базе приоры производят самых настоящих востребованных в мире спортивных и военных монстров. И делают это в Чеченской республике, в Российском университете спецназа. Туда мы и отправимся. Мы в Чечне, это Российский университет спецназа, внутри которого, как оказалось, существует целый завод по производству вот этих железных зверей. Здесь двигатель используется от приоры. Вот это вот. Вот там стоит двигатель от приоры, но только он форсированный. Здесь 110 лошадиных сил. Вы сами его форсируете? Конечно, вон там у меня рабочее место, где сидят парни, которые делают чип-тюнинг эти машины. Чип-тюнинг приоры. А вообще, в принципе, наши баги нужны для чего? Для разведывательных, рейдовых действий. В городе им делать, ну, сразу скажем, нечего. Вот, эта машина, Чебонс М3, она классический вариант именно в военном исполнении. Движок приора, радиатор Нива, баг ОАЗ. Чем отличается конструктор от изобретателя? Он берет все самое лучшее в мире, собирает. Воедино, и получается хорошая машина. К нам приезжала в 2019 году делегация Министерства обороны Таиланда, Институт перспективных разработок Королевской армии. Они посмотрели наши машины, они впечатлились нашими машинами, и уже заключен контракт на поставку Чебонс М3, Чебонс М4, Чебонс М6. Сейчас я буду показывать экстрим. Это Чебонс. Я думал, я умру. Добро пожаловать на международное автошоу в Дагестане. Шоу Приор. Погнали! Сейчас мы выясним, какая приора быстрее. Белая, в которую поеду я. Кадыровская, настоящая или черная? Минутка занимательной филологии. Давай, ватсок. Это давай, брат. Ватсок. А что такое хасанить? Хасанить? Ну, это... У меня не М-ка. Ну, хасанить обычно на заднеприводных. Так. Ну, они кидают боком, можно сказать. Хасанить, это не просто гонять по городу, как я думал. Это дрифтить. Дагестан, Приоры. Миф не разрушен, потому что это не миф. Любят Приоры. И Приора крутая машина. Больше не производится. А жаль! Этот эпизод «Некультурный Кавказ» станет наверняка самым таким разухабистым, давящим на газ, танцующим и улыбающимся. Потому что мифы такие. Но эти мифы, на первый взгляд, мифами-то и не кажутся. Но есть колоссальная разница в восприятии. То, как это воспринимаешь из Москвы и здесь, на Кавказе, зная нюансы. Теперь я знаю нюансы, что если Приору вводят, то потому что она доступна и ее любят. Лучше любить то, что имеешь. В общем, все это проявление не без культуре, а культуры. И миф о некультурном Кавказе разрушен! Субтитры создавал DimaTorzok